Именно четвертое место на Западе с значительными отрывами в обе стороны. Локомотив на очень хорошем ходу. Сейчас этим матчем домашнюю серию завершаются. Три матча из четырех выиграли. И во всех четырех брали очки. Было единственное поражение. Контиолос неудобно пытается бросить в ближний угол. Теперь то же самое делает Андрей Локтионов. Снова Козин. Ну вот первое звено. Локомотив вышло. Сразу мы видим, игра перемещается в зону сочинцев. Подключение защитника. И первый гол здорово. Очень здорово все сделал. Сделали Кокнисты Локомотивы. И подключение Максима Афанасьева было своевременным. И этот прострел тоже был зрячим. Они абы куда. И там подставленная клюшка. И вот первая такая затяжная позиционная атака Локомотива завершается шайбой в воротах. Апалькова еще не назвал. Да, у Апалькова тоже 56%. Все центральные нападающие. Вот он в компоненте хороши. Ну что, Локомотив разыгрывает. Выводили сейчас на бросок Осипова. Вот он промахнулся. Но не очень удобно. Может, ему было бросать. И была передача. От Сильи Буткин бросает. Так, а тут тем временем момент возник уже у противоположных ворот. Буквально через пару секунд Артур Каюнов в борьбе с двумя соперниками пытался отставать. Конечно, дело вкуса редактора. Еще какие моменты включать. Какие нет. Но, тем не менее, там получится, что, в общем, игра-то равная. Да, и у Локомотива ничего особенного острого и не было. А сегодня, вот смотрите, какие бросков. Все очень и очень здорово. По вторым периодам у Локомотива получше. 25-14. И, соответственно, 16-20. Разность шайб Усочинской команды. А вот бросок и гол. Не дотянул до 100 минут. Александр Салак выстрел в дальнюю девятку сразу после вбрасывания. Ну, такие шайбы не берутся, если честно. Там чуть сетку не порвал. Это кто-то из нападающих. Это Сергей Шмелев. Вот уже Сочин сюда же в чужой зоне. Да, но по бортам все пока. И контратака. Ну, можно сказать, что два в одного. Хотя, конечно, с догоняющим. И догоняли там сразу несколько человек. И Масалеву не дали. Масалев вернул из щитов. И пятый блок выходит у Локомотива. Броска пока нет. Вот здесь Архипов мимо. Розан. Продолжает Сочин в чужой зоне играть. Рыков. Гол. Гол. Ну, вот смотрите. Это ведь не в большинстве. Это в равных составах уже забили. Но не смогли перестроиться ярославцы. Прижимались к своим воротам. И в итоге Одел, похоже, там подправил шайбу. Егор Рыков очень... С одной стороны рискованно сыграл на синей линии. Потому что потеряю он шайбу. Три в два атака. По зуму. Передача. Еще одна. Нет. Вот это, может, и лишнее было. Да, держал клюшку на льду. Но толпе. Ну, вот одна передача. Да, здесь этот пас на дальнюю последовал по тому, что самому неудобно было бросать Локтионову. Регулярно завершить. То эти команды встретились бы друг с другом в первом раунде плей-офф. У них западный.